Заезд на эстакаду и без отката на первой передаче съезд с эстакады. Вот такое сложное задание студентам второго курса Агротехнологической Академии дал их куратор в первый же день производственной практики. Ребята весь год подробно изучали теоретическую часть, связанную с работой самых разных механизмов. И вот пришло время полученные знания применить на практике. Двигаемся прямо. Сцепление сразу тормоз. Тормоз. Нажимаем. Ручник. Куму Мацунди Кришна Белиман два года живет вдали от родного Конго. Уже в выпускном классе девушка знала ее будущее агрономия. А лучше всего этому направлению обучат в Крымском федеральном университете, улыбаясь, рассказывает студентка Агротеха. Причем в Крыму девушку ждал сюрприз. Вдобавок ко всему, она станет и профессиональным механизатором. Здесь я впервые познакомилась с устройством трактора. Конечно, я имела представление о том, что делают агрономы. Но работа с трактором для меня это впервые. Я уже умею его водить. Но это сложно. У меня недостаточно сил для манипуляций с рулем. Это сложно, но так интересно. Быть девушкой-трактористом – здорово. Производственная практика в Агротехнологической Академии – это не только вождение на автодроме. Все летние месяцы ребята выполняют полный цикл сельскохозяйственных работ. Подготовка почвы, посадка, уход за растениями и сбор урожая. Мы видим весь технологический процесс под итог всей работы. Как мы поработали, как мы внесли удобрения. Вот так мы сегодня и убираем. Сбор зерновых на опытном поле осуществляется на современном собственном комбайне. Студенты имеют возможность изучить кабину и органы управления машины, ознакомиться с приборами, контролирующими ее работу, и выполняют функцию помощника-комбайнера. Самое главное – очень-очень все внимательно смотреть, ничего не забывать, следить за всеми датчиками, за параметрами. Благо, сейчас в этом комбайне достаточно много всего натыкано. Позволяет следить за всем процессом. Если где-то какие-то неполадки, сразу срабатывают датчики. После того, как зерно собрали на поле, его привозят на так называемый зерноток. Здесь его выкладывают вот в такие вот бурты, где-то по 7 тонн каждый. После этого, чтобы зерно не запрело, его постоянно перемещают с места на место. Для этого используют специальное приспособление. Как только зерно высохло и стало соответствовать всем необходимым параметрам, наступает следующий этап практики. Эти постройки представляют собой отдельный производственный участок под названием зерноочистительный комплекс. Находимся около зерноочистительной машины. Она очищает зерно, она продовольственная и пассивная. Очистка происходит с помощью вентилятора и решет, которая разделяет зерно. Все этапы производственной практики, от управления трактором до сортировки зерна, студенты проходят самостоятельно, рассказывают в Агротехе. Подобный подход к системе образования дает возможность каждому студенту получить профессиональные компетенции. Самое главное – это представление о технологии. И вживую ребята могут сами являться участниками процесса. Многие ребята сегодня не на базе Академии проходят практику, поехали в передовые хозяйства и работают от тракториста и до помощников инженеров. Полученный урожай используется для проведения научных исследований и для корма животных в подсобных хозяйствах Академии. Павел Мершниченко, Николай Шульга, Сергей Мельник, Илья Гагунский. Пресс-служба Крымского федерального университета.